Так российскую и белорусскую делегации встречает массовый митинг в Ереване. Саммит организации договора о коллективной безопасности, посвященный, как было указано на сайте организации, проблемам международной и региональной безопасности, состоялся в столице Армении. Отстранённость лидеров стран-участниц ОДКБ от Путина в этом году видна даже во время общей фотосессии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дистанцируется от кремлёвского диктатора. Без резких выпадов со стороны российской делегации не обошлось. Министр иностранных дел федерации резко ответил фотографу, попросившему Лаврова подойти ближе. О том, что единства в ОДКБ сегодня нет, свидетельствует итог саммита реакция организации на тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном. Он уже не раз перерастал в вооружённое столкновение. Так произошло и в сентябре этого года. После запроса о помощи от организации, по мнению лидеров Армении, ответ ОДКБ был недостаточным. Никол Пашинян отказался подписывать итоговый документ саммита, заявив, что такая реакция ОДКБ развязывает руки Азербайджану. Отсутствие со стороны ОДКБ чёткой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянного решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зелёный свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Никол Пашинян, премьер-министр Армении. На такую позицию Армении нервно отреагировали Путин и Лукашенко. На видео, которое распространили телеграм-каналы, видно, как кремлёвский диктатор нервно отбрасывает ручку. А самопровозглашённый президент Беларуси разводит руками. ОДКБ выявилось бессильным. ОДКБ бессильно на примере сентябрьских столкновений в районе Нагорного Карабаха и обстрелов армянской территории. ОДКБ не могло дать никакого адекватного ответа на атаки со стороны Азербайджана, хотя они осуществлялись непосредственно на территории Армении. Соответственно, в Армении очень большой скептицизм в отношении ОДКБ, так как в рамках организации было заявлено, что нужно разрешать конфликт дипломатическими методами. О никакой военной помощи или непосредственном вмешательстве организации речь и не шла. Подорвала единство организации полномасштабная война России против Украины. Все страны-члены ОДКБ, кроме Беларуси, отказались признавать аннексию Крыма и оккупацию других украинских областей федерации. Среди лидеров стран-организации лишь самопровозглашённый президент Лукашенко, публично поддерживает Путина и позволяет российской армии использовать территорию своей страны как полигон для запуска ракет по мирным украинским городам. Это делает тот же Казахстан, Китай, США. То есть Россия токсична для всех и для партнёров под ОДКБ тоже. Смотрите, опять же, как подлару Путин поступил с ними, когда во время именно этого саммита он запустил ракеты по Украине. По сути, он их, знаете, так связывает их кровью фактически. Ещё один аргумент, чтобы они вообще лично с ними не встречались. Армения – первый кандидат на выход из состава ОДКБ. Об этом говорят эксперты, не исключая, что страна станет не последним государством, которое захочет отдалиться от дипломатических изгоев России и Беларуси.